Всем привет, ребята! Ну что, как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Калининградское дело, о котором я вам говорил, что дальше соберу всю информацию, расскажу, что к чему и почему дело стопорится, хотя все как всегда, блин. Короче, ребят, рассказываю. Данное видео распространить максимально, в Следственный комитет отдельно написать по данному делу. Я знаю, что у нас сотрудники Следственного комитета мои каналы смотрят, также непосредственные сотрудники уважаемого нашего и любимого Бастрыкина тоже смотрят, поэтому, ребят, беритесь сразу же, потому что там пипец. Итак, Калининград. Короче, в Калининграде 6 апреля 2024 года произошла драка с участием представителей армянского народа, которые в свое время на меня там писали жалобы в ЦП, прям присылали целые такие заявы. У них там такой красивый, кстати, бланк. Союз армян России. Вот они там понаписали на меня, ни хера, естественно, не получилось, потому что херню какую-то понаписали, потому что вести себя надо ровно. Кстати, ко мне часто подходят армяне, ровные ребята, и говорят, слушай, Федорович, давай, ну реально, нам за таких стыдно, ну реально, говорит, стыдно, ведут себя пипец тогда. Ну если вы здесь, то здесь по этим правилам и живите. Нам, говорит, тоже за это стыдно. Это те, кто книжки читают, те, кто в себе. А вот есть вот такие товарищи, по которым мы уже не раз работали, и вот будем работать сейчас в Калининграде. Итак, что произошло? В общем, армянин по кайфу пролетает на красный свет на машине. Там пешеходный идет человек с собакой, он его чуть не сбивает. И паркуется в магазин. Человек с собакой, которого чуть не сбили, заходит и говорит, слышишь ты, ты проехал на красный, меня чуть не сбил. Тот ему объясняет, что он будет жить по кайфу и будет ездить, как он считает нужным, сбивать пешеходов, гонять на красный, ему вообще на все похуй. Ну, формулировка была следующая. Начинается, естественно, конфликт. Этот товарищ, который на красный поехал, естественно, подсыкает, звонит братве, чтобы быстренько за него приехали, вписались. Ну, в принципе, схема стандартная. Мы уже не раз видели, когда у нас в одного никак, втроем на одного нормально. У меня был случай вообще угарный. Мы стоим с моим безопасником, он двухметровый парень, я не маленький парень. Мы стоим там, что-то оплачиваем. А сзади у меня, от того, что зрение плохое, слух очень хороший, стоят сзади четыре этажика. И они прям обсуждают, ну, нападать на нас или нет. То есть, они прям стоят и такие, да блин, я вот, ну, что там, ну, они же оба крепкие. И они стоят и обсуждают, что мы вдвоем оба крепкие, а они вчетвером с нами вдруг не справятся. Они не понимают, что я слышу все. И они стояли и ломались. Нападать вчетвером на двоих или нет, понимаете, уровень, блядь. То есть, они побоялись вчетвером на двоих напасть, потому что видят, что мы подготовлены. Ну, они еще не знали, что мы вооружены хорошо, но это, ладно, это им повезло. Но и повезло, что не напали, потому что зубы у них в горло залетели сто процентов. Короче, они общались, общались. В итоге я повернулся, встал, посмотрел. Говорю, ребята, решение какое-то будете принимать? И они просто ушли. Итак, было весело. В общем, в итоге в Калининграде что происходит? Они в магазине цепляются, начинается рамс, прилетает вот эта вот рамянская братва. Там идет Роман, парень, который как раз-таки в северный человек и обратился. Он просто шел мимо с супругой, со своим другом, видишь, что конфликт. Там армянин уже и армяне начинают уже там всех, как всегда у них, вот этих в рот, этих всех в рот, парам-пам-пам туда-сюда. Я видел самого конфликта, прикреплю в конце. Ну, там видно на видео, как они дерутся. Им берут, делают замечание, что, типа, наш человек, который шел мимо, который обратился в северный человек, Роман, он берет и говорит, ребят, вы тут что-то вообще разговариваете, пипец, у вас конфликт, вы еще орете такими. Они ему, естественно, тоже, ты тоже, мы тебя и так далее. Прилетает вся братва армянская и начинается дикая драка. Короче, пацанов двоих прям сильно избивают. При этом еще и жену ударили. Жена парняги, Романа, который вот как раз вписался с другого человека, которого чуть не сбили на машине, да, его жене тоже нанесли удар, она упала. И так далее. Что происходит дальше? Ни хрена. Во-первых, что происходит, мне очень нравится, стабильная схема нашему руководителю Калининграда, который записал весь этот материал, записал видеообращение от Романа, который в этой ситуации пострадал, да, его просят удалить. Нашему калининградскому руководителю звонят определенные структуры, с которой, в принципе, всегда и звонят. Говорят, удалите материал. Так было в Челябинске по поводу Коркина, так было у меня по поводу разных событий. И зачастую нашим руководителям северного человека звонят с определенной структуры и говорят, удалите материал. Мы не будем удалять никакие материалы. Я всем руководителям прямо сказал. Я принимаю решение лично, какие материалы северного человека удаляются и какие нет. Я эти решения принимаю. У нас есть администраторы, которые работают, делают материалы, но опять же, тоже по проверочке. Есть материалы, которые выпускают админы, но опять же, все идет на проверки. А когда у нас проверенный материал по состоявшемуся обстоятельству, мы ничего не удаляем, пока вы не начнете работать. Я всем прямо говорю. Мужики, работайте. Мы запишем новый ролик, где скажем, какие вы красавчики, как мы вас сильно любим, как мы с вами вместе работаем, потому что вы выполнили работу. А пока работа не выполняется, пока в Коркино-Цыгане что хотели, то и делали, мы будем штробить и ничего удалять не будем. Также из Калининграда нашего руководителя обстоятельно просят все удалить. Ни хрена мы удалять не будем, мы будем поднимать по этому поводу общественный резонанс. Итак, у нас начинается следующее. Приезжает полиция. Сначала в этот магазин, где идет драка, где массово избивают трех наших пацанов, приезжает ГБР, который никак не реагирует, просто стоит и смотрит. Ничего сделано не было. Итак, у нас начинается слив данного дела. Ничего не происходит. Следовайте. Першин Сергей Александрович. Номер дела я сейчас выложу. Расследует его следственное отделение западного ЛУ МВД России на транспорте. Ранее расследовалось в СОО МВД России по Ленинградскому району города Калининград. У нас получилось следующее. Наши парни сгоняли в этот магазин, чтобы посмотреть видеозаписи. Выяснилось, что работники магазина видеозаписи всего конфликта удалили сами, потому что они продавали бухло после 22.00. Еще одно дело, по которому никто не работает. Бухло продается после 22.00. Поэтому видео они удалили. Понимаете? Вот как-то вот так вот все сходится. А на самом деле все очень просто. Армянская диаспора заносит бабло. Все очень просто. Всегда есть имя и фамилия человека, который взял деньги и тушит дело. Суть в том, что дело сейчас тушит. У ребят у троих там все полностью диагностировано. Все по поводу избиения, все судмедэкспертиза, все есть. И у нас ходу не дают. Просят удалить. Ничего не происходит. Опять у нас Рафик ни в чем не виновный. Ребята с местности передают следующее, что с данного магазина дали информацию, что вот эта компания армян, там постоянно отливают пули, постоянно летают на тачки, крутят пятаки, дерутся с людьми. И всем прямо и откровенно заявляют, что им похуй на все, что менты у них ходят по струнке, потому что там бабло решает и так далее. Мне вопрос следующий. У ментов хоть какая-то честь осталась. Я же с ней про себя говорю. Но мы видим все вот эти обстоятельства. Хоть какая-то честь есть. Если вы собрались служить в данной структуре, честь какая-то есть, понимание чего-то есть. Если нет, не идите на эту службу. Просто не идите на нее. Вы идете туда за пенсией, мужики. Хорошо, пока ты до пенсии не дошел, ты для людей сделай, пожалуйста. Вот такие дела, когда избили ребят толпой, женщину избили. И вы потом их покрываете. Вы, сука, как спите потом? Суки. Ну честно сказать, вот эти вот мрази, которые так делают. Вы как, сука, потом спите? А вот твою жену, твою дочь, твою маму, ты что делать потом? Ты скажешь, а, сейчас я всех порешу. Алло, товарищ подполковник, можно личную просьбу? Там мои пострадали, давайте решим. А до остальных тебе получается похеру. Вот в этом и есть сложность наша, ребят. У нас у всех хата с края, хата моя, окна у меня в порядке. Шторы постираны, жрать есть что. Все остальное мне без разницы. Я не говорю, хотите причинять всем подряд добро. Я говорю о том, что мы должны заниматься тем, что мы должны консолидироваться на всех уровнях. И тех вот этих наших нерадивых ментов, мы их должны просто ставить на место в плане, братья, мужики, очнитесь. Вы же потом не разгребете. Потом, когда начнется волна беспредела и русареза, которая будет провоцироваться через мигрантов, туда будут подключаться остальные такие же радикальные товарищи, вам эту хрень разгребать нужно будет. А мы те люди, которые готовы в этом помочь. И мы берем и говорим, ребят, мы готовы помогать, давайте вместе. Поэтому, калининградское отделение, исправляйте ситуацию, пожалуйста. В плане, я именно про полицию сейчас говорю. Северный человек Калининграда, никаких видео не удалять, ничего удалять не будем, будем распространять. Следственный комитет, пожалуйста, обратите внимание, почему у нас есть зафиксированные нападения, есть свидетели, есть следственный комитет, пошла работа, делала минут уже, причем минут сколько уже, апрель, в апреле дело было, а не до сих пор его минут. Как всегда, чтобы шумиха спала, и потом потихонечку начать скидывать. Когда дойдет до суди, до очередного суди, какая-нибудь баба, которая, как всегда, бабки берет, мы уже на примере Челябинска видели, четыре раза, когда просто откровенного мигранта-убийцу признают там каким-то полуневиновным, весь случайный, все было случайно, человек умер, потому что ударился головой об асфальт, а не потому что его ударили по голове, он ударился головой об асфальт. Вот так это происходит. Надеюсь, в Калининграде так не будет. И еще раз говорю, вот эти товарищи, которые нам рассказывают про многонациональную Россию, и все мы такие многонациональные. Да, есть многонациональная Россия с регионами, которые изначально в России находятся. Это включается Кавказ, у нас там Казань, у нас Татарстан, Башкортостан, у нас там, да, посмотрите на север, дальше туда, и Туа, и так далее. Все это есть внутри страны. Но к нам какое отношение имеют, например, армяне? Вот хорошо, берем, вот мы сейчас, есть республика, есть государство Армении, вот там живут армяне. И они часто, очень много, много-много армян, это Краснодарский край, туда-сюда все занимается и так далее. Вопрос, почему до сих пор разговаривают с акцентом, если вы в третье поколение живете в России? Почему такое беспредельное отношение к русскому народу и вообще, в принципе, с законом Российской Федерации? Я еще раз говорю, не про всех, вот про вот этих товарищей. Ты в третьем поколении живешь в России. Ты специально себе акцент моделируешь, чтобы показать привязанность. Хорошо, у тебя дикая приверженность к твоему государству, народу. Почему ты не в Армении? Развивай бизнес там, помогай своему народу, своей стране, исконной территории, вноси налоговую плату туда. Развивай регион. Нет. Хорошо, все ассимилировались, сели в Россию. Но так помните, что это Россия. И не забывайте, пожалуйста, про русский народ, не забывайте про закон и так далее. Но мы часто сталкиваемся с тем, что у нас вот эти бланки Союз Армян России конкретно покрывают своих преступников. И это на моей практике, ну, случай 30-й связан непосредственно вот с таким Союзом Армян России. А есть армяне, которые подходят и говорят, правильно долбите их, они нас позорят. В этом сложность нашей работы. В данном случае призываю всех срабатывать жестко, четко. Будем сейчас смотреть конкретно дальше, предоставлять юристов и все остальное. Рассказал вам. Сейчас вам нужно распространить данное видео в Калининграде, в Следственном комитете в целом. Скидывайте, рассказывайте. Наши люди тоже отдельно скинут, есть тоже отдельно скинет. Продолжаем работу. Всем большое спасибо. Северный человек, разум и сила, и, конечно же, единство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова